Друзья, всем привет! В этом видео я вам расскажу причины депрессии. И почему этот вопрос? Потому что у многих это совершенно разное. Мы в одном видео рассмотрим с вами чисто психические, да, психологические проблемы, а во втором видео рассмотрим с вами, давайте в первом рассмотрим с вами физические проблемы. Депрессия первая, физические проблемы, это, во-первых, проблемы детокса, проблемы накопления различных веществ, отсутствие, самое главное, отсутствие нутриативной поддержки, незнание, например, своего, как вам сказать, генетического кода, да, и хождение против него, это тоже очень важно, плюс бывает это вирусная бактериальная нагрузка, и, конечно, депрессия часто вызывается в моменты проблем с гормонами. Например, женщина, у которой низкий кальций, магний, у которой плохо все с железом, у которой не хватает белка, ну, априори не может быть счастлива и порхать, как бабочка. Либо может, но это будет похоже на умирающего жука. Например, мужчина, у которого 120 кг лишнего веса и все равно дисплазия соединительной ткани, он не достраивает свои белки, может он априори быть счастлив, ну, как бы, да, играя в компьютерные игры или поддрачивая под, не знаю, пивко. Простите, но я, как всегда, просто совершенно открытая и прямо говорю о тех проблемах, которые встречаю в современных консультациях. Может ли априори быть депрессия от малоподвижного образа жизни? Конечно, может. Может ли быть депрессия от того, что человек очень долго имеет несколько физических заболеваний? Может. Депрессия бывает также на повышенной тревоге. Почему она бывает? До миллион причин. Например, у вас закончился фалат, у вас полно в организме, да, химической нагрузки. У вас, например, высокий инсулин, либо у вас вообще плохо работает конвертация гормонов, то есть переход одного до другой. И это все априори работа с депрессией. Что могу вам подсказать? Есть несколько путей. Понятно, вы там идете через врачей, но пока вы до них дойдете, пока все решите, прочитаете, вы можете уже и закончить со своей депрессией, просто выпрыгнуть в окно и сказать всем здравствуйте, всем спасибо. Так, на чем я закончила? Физические проблемы, депрессии, их миллион, друзья. Как я сказала, дефицит глутатиона, дефицит питательных веществ, электролитов, минералов, избыток токсинов, тяжелых металлов. У мужиков обычно сниженный тестостерон, у женщин то проблемы с прогестероном, то с астрогеном. Это наглядно. Дефицит витамина Д, ну давайте помолчим об этом, кости, суставы и ваши мозги, ну уж ладно, поберегите их, да. Также, друзья, причин депрессии очень-очень много, которые сводятся к аллергенам и другим-другим неприятным состояниям, которые вызывают иммунную атаку. Это тоже есть. Все устранить мы не можем, ну правда. Вот сегодня мы покушали одно, завтра, простите, покакали другим, встретились с одним токсином, перевели его в другой. Но психосоматика работает очень сильно, круто с теми, кто живет на исходе. Что это значит? Работает в непочатый край и не восполняется. Вот это очень сильно бьет по депрессивному состоянию. И что еще хотела сказать? Что депрессия часто, друзья, коррелирует с нежеланиями что-то решать в жизни. Ну, про психологические моменты мы тоже поговорим. Вот, например, у человека сейчас непонятка в жизни, непонятка с семьей, и он вообще не понимает, что ему делать, да. Что мы имеем? Разрушенную психику, как следствие, разрушенное тело. Как бы он ни отвлекался, как бы он ни плавал в бассейне, ни ходил на физкультуру, ну, пока он, простите, не завершит свой вонюченький гештальт, ну, не пройдет это. Ну, простите. Вроде бы и шутки, и больно за этого мужичка. Еще один момент, друзья. Называйте меня как хотите. Причин депрессии. Ну, давайте все побежим в аптеку, купим последние себе все медикаменты, все, все, все. Друзья, без йода вы не умрете еще два дня, а вот без нормальной психики вы, возможно, и поэтому поберегите свой мозг. Что сберегает ваш мозг, друзья? Давайте, ну, это отдельное видео, я сниму. Ваш мозг сберегает самопомощь. И здесь мы с вами говорим про, понимаю, что плохо, понимаю, что что-то тревожит. Иду и решаю. Понимаю, что проблема с психикой, иду к психотерапевту. Понимаю, что проблема с физикой, ищу врача или нутрициолога. Понимаю, что вообще ничего не понимаю, да? Что я тогда делаю? Отвлекаюсь. Правильно, отвлекаюсь. И как-то так ты нащупываешь моменты, которые тебя триггерят и помогают тебе справляться с депрессией. У кого-то депрессия от иммуносупрессии, у кого-то депрессия от вонючих носков мужа, а у кого-то депрессия от... от стресса, от страха, вот это тоже бывает. Бывает, друзья, очень часто бывает. Если такая история есть, тоже давайте с ней работать. Напоминаю, вы с Аленой, и здесь мы с вами говорим на самой актуалочке, да? И что хотелось еще сказать, что вечером будет прямой эфир, да? По самопомощи при депрессивных состояниях. Мы не будем с вами разбирать вашу дисплазию соединительной ткани, мы не будем разбирать ваши, не знаю, там, геморрои, какие-то другие проблемы. Мы будем с вами адекватно разбирать методы самопомощи, при том, что у вас расстроилась психика по какой-то причине. Вот это актуалочка. Ставим лайк, подписываемся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok